Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на библейском портале Экзегет продолжаем отвечать на ваши вопросы. Поступил интересный вопрос. Как борется церковь с обрядовостью? Многие заходят в храм, свечку поставить, чтобы хорошо экзамен сдать, или носят крестик и ставят икону в машину, как оберег от сглаза. Дело в том, что сам вопрос задан немножко некорректно. Церковь с обрядовостью не борется и никогда не боролась. Церковь борется и пытается противостоять такому явлению, как обрядоверие. Это немножко другое. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что такое сам обряд. Обряд — это внешняя форма выражения чего-то внутреннего, что есть в человеке. Обряды сопровождают нас везде в нашей жизни. Например, когда два человека встречаются и жмут друг другу руки. Это есть не что иное, как некий обряд. Очень много обрядов связано, например, с какими-то праздниками, например, со свадьбой и так далее и тому подобное. Например, когда муж дарит своей жене день рождения цветы и говорит «я тебя люблю». Конечно, его любовь, она нематериальна, и он легко может сказать это только словами. Но и внешней формой, и выражением его любви будет, например, букет красивых цветов, которые он дарит своей любимой жене. Мы можем сказать, что это обряд, и он ни к чему не нужен. Но это не так. Само по себе слово «обряд» имеет значение «обрежать», то есть одевать что-то в интересную оболочку или красивую. Мы же не будем действительно подходить к манекену и говорить «сэр, какой на вас красивый костюм». Потому что костюм — это костюм, а некому говорить комплимент. Но если этот же самый костюм будет одет на человеке, то мы можем сказать «друг, на тебе очень красивый костюм, он тебе идет». То есть в самом по себе обряде нет ничего плохого, он был и есть всегда. Некоторые христианские конфессии, они еще во времена своего зарождения яростно протестовали против любой обрядовости. Но что получилось в итоге? Они действительно убрали все обряды, которые были до них, но в итоге создали свои собственные. Которые не всегда лучше, а иногда даже не лучше, чем те, которые были. Человек в своей жизни всегда создает какие-то традиции и обряды, в них нет ничего плохого. Но в обряде вере действительно есть проблема, когда человек начинает думать, что определенная последовательность действий сама по себе, без внутреннего смысла, несет себе какую-то силу. В Евангелии сказано «по вере вашей да будет вам». В первую очередь, когда человек приходит в храм, например, как задали вопрос, поставить свечку перед экзаменом или поставить икону или крест в машину после ее освящения, человек должен осознавать, кто является источником благодати, кто является источником помощи. Это только Господь. И поэтому, когда, например, человек приходит в храм и ставит свечу, и это является естественным выражением его внутреннего желания обратиться к Богу, в этом нет ничего плохого, и, конечно же, с этим церковь не борется, никогда не боролась. Но если человек начинает думать, что, например, определенное количество свечей, определенной толщины, поставленная в определенном количестве храмов, будет иметь больший вес в глазах Бога или имеет вес само по себе, это является магизмом и обрядоверием. И, конечно, такую веру поддержать мы не можем. И мы говорим человеку о том, что, ты знаешь, в первую очередь, ты должен открыть свое сердце для Бога и уповать на Него. Поэтому, в первую очередь, что полезно сделать каждому из нас, это понять, зачем мы делаем то или иное действие в храме. Почему мы покупаем свечку? Почему мы берем святую воду? И для чего мы ее берем? Почему мы дома возжигаем ладан? То есть, не бойтесь изучать церковные традиции и вещи с ними связанные, чтобы понять их истинное значение. Потому что в богослужении, в православном, нет ничего лишнего и ничего случайного. Потому что часто я слышал такие интересные вопросы, что я захожу, мне ничего не понятно. Какие-то странные люди в странных одеждах совершают какие-то непонятные действия. Чаще, знаете, даже, говорят, похожие на театральные. Но, действительно, человеку со стороны это непонятно, потому что он не знает внутреннего смысла и значения этих действий. Почему здесь стоит это? Почему свеча горит здесь? Почему именно таким образом священник читает Евангелие? И так далее, и тому подобное. То есть, не бойтесь узнавать смысл тех действий, которые происходят в церкви. Если вы не знаете сами, обратитесь к священнику, который легко вам поможет и объяснит все эти вещи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!